Опубликованные вчера в Соединенных Штатах отчеты снова подтвердили, что американская экономика продолжает слабеть под влиянием очень высоких ставок Центробанка. В опубликованных накануне протоколах июньского заседания Федрезерва Соединенных Штатов также было признано, что ценовое давление снижается. Эти документы поставили доллар в затруднительное положение, а йене принесли небольшое облегчение. Тем не менее, японская пара остается прижатой к 38-летнему минимуму в районе 161,53 и заставляет трейдеров ожидать вмешательства правительства. Учитывая, что фундаментальные факторы для иены очень неблагоприятны, вмешательство Японии в движение валют не исключено даже сегодня. Предыдущие два раунда покупки иены Токио проводили во время затишья на мировых рынках, а сегодня биржи США закрыты в связи с празднованием Дня независимости. В то же время поводом для вмешательства выступает не уровень цены сам по себе, а его сильная волатильность, а текущая консолидация японской пары в эту категорию не попадает. Да и главным драйвером для доллара в эти дни являются отчеты о новых рабочих местах США. Именно под них корректируется сейчас главная валюта. И судя по вчерашним отчетам, июньские Nonfarm Payrolls в конце концов могут оправдать прогнозы и выйти на понижение. По крайней мере, июньские показатели занятости в частном секторе США выросли меньше, чем ожидалось. А первичные заявки на пособие по безработице наоборот выросли. При этом заводские заказы и деловая активность в сфере услуг неожиданно упали. Так что опасения трейдеров по поводу того, что завтрашние данные по занятости в США также окажутся слабее прогнозов, вполне оправданы. И на их фоне вполне логично выглядит резкое падение доллара США в среду, а также его переход в более низкий диапазон 105.10-105.40. Таким образом, рынок реагирует на доказательства того, что Федрезерв может раньше начать снижение базовой ставки. Подробнее о влиянии на валютные рынки и различных экономических отчетов вы можете узнать из нашего календаря трейдера. Еще одним очень веским фактором давления на американскую валюту выступает политика, причем и внешняя, и внутренняя. А все дело в том, что прошедшие на прошлой неделе дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом буквально ввергли демократическую партию и ее сторонников в панику. И как раз вчера в средствах массовой информации стали появляться публикации с предложениями, что Джо Байден может снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов. Это элемент неопределенности в судьбу доллара США и усиливает его продажи. Одновременно партнеры доллара по корзине валют, которые определяют цену его индекса, наоборот укрепляются. И тоже на политических факторах. Например, фунт стерлингов укрепился к американцу до трехнедельного максимума, поскольку сегодня Великобритания выбирает новый парламент. Эксперты считают, что новое правительство будет немного ближе к Евросоюзу. И это сближение может обеспечить более благоприятную среду для британской экономики и станет позитивным фактором и для фунта стерлингов, и для евро. При этом евро, как и доллар США, сегодня страдает от политической неопределенности относительно выборов во Франции. Их второй тур пройдет в воскресенье, а до сих пор евро останется в подавленном состоянии. Тем не менее в главной валютной паре сегодня мы наблюдаем всплеск бычьей активности. В результате роста покупок евро смог вырваться из боковика в диапазоне 1,0670 – 1,0750 и повысил котировки над круглой линией 1,0800. Для продолжения роста быкам нужно закрепиться выше этой цены. В таком случае евро начнет восстановление относительно недавней коррекции. В противном случае может возникнуть обратное движение в направлении верхней границы ранее пройденного диапазона. Судя по всему, котировки нефти тоже попали под влияние политических прогнозов. В частности, некоторую сумятицу внесла новость о том, что демократическая партия США на предстоящих президентских выборах может выставить другую кандидатуру вместо ее нынешнего лидера Джо Байдена. По крайней мере, эталонная марка Брент не демонстрирует сегодня явного роста. А ведь предпосылки для этого есть. Во-первых, доллар США ослабел. А во-вторых, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, запасы сырой нефти сократились на 12,2 млн баррелей. Но это никак не сказалось на черном золоте, которое осталось на прежних позициях в диапазоне 86,50-87,10. И, наверное, такая консолидация даже и к лучшему, потому что сегодня в США выходной день, а инвесторы могут взять передышку и посмотреть за происходящим. Стоит иметь в виду, что за последние четыре недели цена Брент выросла примерно на 13%. С точки зрения технического анализа это указывает на сигнал о перекупленности. Однако, если учитывать инерционный сценарий и отсутствие полноразмерного отката, восходящий настрой все еще сохраняется на рынке. Российский рубль тоже пока сохраняет стабильность. Судя по всему, рост влияния на доллар политических факторов сказался и на российской валюте, причем позитивно. Так удерживает ее от дальнейшего ослабления. Но, по всей видимости, это всего лишь кратковременная и незначительная остановка. Скорее всего, после некоторой паузы рубль продолжит терять свои позиции, как и ранее ориентиром пока выступает отметка в 90 рублей за доллар. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами.